Волонтёрское движение Это с ментальной инвалидностью То есть это синдром Дауна, аутизм, задержка в психическом развитии Вот такие вот диагнозы И конкретно что для них делаете? У нас вообще в организации проводится много разных мероприятий Мы в них участвуем Проводится много разных занятий Мы помогаем на них У нас есть направление индивидуального волонтёрства Когда к ребёночку мы представляем волонтёра И он его сопровождает Проводим интегративные смены В общем у нас много-много всего Сказали слово волонтёр, кто такой волонтёр? Волонтёр тот, кто хочет помогать То есть безвозмездно? Да Ну и я так понимаю, что вы друзья как раз волонтёрами и являетесь Почему вы это делаете? Расскажите Мне очень нравятся дети Я очень люблю работать с детьми С такими нашими необычными детками Люблю работать ещё больше Потому что смотря на родителей Им тяжело работать с ними То есть их воспитывать очень тяжело И им нужна помощь извне И вот поэтому я и занимаюсь этим И как давно лично вы этим занимаетесь? Лично я занимаюсь этим буквально два месяца Но до этого я был тоже волонтёром А с детьми я занимаюсь только два месяца А как узнали об этой организации лицом к миру? У меня была очень хорошая знакомая Риша Орлова Она меня познакомила с Лерой И Лера меня позвала попробовать позаниматься с детьми Понравится? Нет? Мне очень понравилось И вот я продолжаю двигаться в этом направлении А как много у вас таких волонтёров в организации? У нас очень много И постоянно растёт количество волонтёров У нас на самом деле Не только те, кто занимаются с детьми Являются нашими волонтёрами Если у человека есть возможность оказать автопомощь То есть кого-то куда-то довезти Что-то привезти, подарить То он автоматически становится нашим волонтёром Потому что ему хочется помогать ещё и ещё Тех, кто работает с ребятами Я думаю, что их человек 40 на данный момент То есть не надо быть постоянно, ежечасно волонтёром Можно не быть А можно просто оказывать какую-то посильную помощь Например, так же с автотранспортом Ещё с каким-то перемещением, передвижением Посильную И это тоже в добрые дела засчитывается Так получается Вот Екатерина, я хочу спросить Какова ваша история? Как вы стали волонтёром? Я стала волонтёром очень давно Но с этими детишками мне нравится заниматься Потому что они такие искренние и добрые Добрые, мне это очень нравится А с ними началась заниматься Ну, от Леры Семёнов То есть она меня позвала попробовать Я такая, ну, попробую И мне очень сильно понравилось Вот, ну, с лета, да Я всегда думал, что это Ну, когда занимаются, да, волонтёры там с детьми Это всегда волонтёр что-то даёт А получается и дети вам что-то возвращают Да, мне даже кажется, что мы от них получаем больше, чем мы отдаём Потому что от них исходит только положительная энергия И что ты заряжаешься ей И хочется ещё и ещё и ещё делать И иногда так бывает, что обычные детки здоровые Они чего-то не хотят, но всё могут А наши иногда не всё могут, но очень всё хотят А какие ближайшие мероприятия готовите? Может быть, к Новому году уже начали подготовку? Да, мы начали уже подготовку к Новому году Мы сейчас готовим нашу традиционную ёлку Которая будет проходить, скорее всего, на манеже Ярославского цирка И ещё мы запустили такую интересную акцию Подари мечту Где-то она с середины ноября у нас будет стартовать У нас ребята пишут письма Деду Морозу А потом любой желающий сможет стать Дедом Морозом или Снегурочкой Для особенного ребёнка, исполнив его мечту У нас сейчас уже начинают писать письма, мы их получаем Это вообще невероятно А по секрету поделитесь, что хотят дети? Все хотят очень разное Кто хочет игрушку, кто плеер Кто научится кататься на скейтборде Вообще, наверное, нет ни одного одинакового желания Но каких-то невыполнимых желаний нет, да? А вообще нет невыполнимых желаний Мы всё сможем реализовать Например, полететь в космос Это уже будет достаточно сложно осуществить Даже кому-то, да, не знаю, начальнику всех космических полётов То есть у детей такие достаточно простые желания Которые осуществить может каждый, там, вы, я И это, по-моему, очень здоровская идея Что действительно мы представляем Деда Мороза Как какого-то конкретного человека А в вашем случае получается, что это такой собирательный образ Каждый для кого-то может стать таким вот сказочным героем Да, но мы этой акции хотим привлечь внимание к нашим особенным ребятам Чтобы ещё больше у нас волонтёров было И такой вопрос, как стать Дедом Морозом? Вот если кто-то увидел наш сюжет и захотел поучаствовать в этой акции Куда идти, кому звонить, как это сделать? С середины ноября мы выложим все письма наших ребят на нашем сайте Лицом к миру.рф У нас есть группа ВКонтакте, где тоже всё будет публиковаться Любой желающий сможет поучаствовать Мы ещё сопровождаем этот проект фотопроектом Где будем визуализировать мечты наших ребят У нас один мальчик захотел шарф факультета Гриффиндор и подвеску И он пришёл к нам на фотосессию с волшебной палочкой В очках круглых, как у Гарри Поттера И мы будем ему подрисовывать шарф и подвеску Чтобы люди понимали, вот что он хочет Что ему можно подарить Мечты, в общем, сбываются, да, получается В вашем варианте подари мечту Замечательно Я думаю, что все 100% вас поддержат Самое главное, чтобы больше знали о таких замечательных волонтёрских организациях, как ваши Спасибо Спасибо, и сегодня мы беседовали с волонтёрами общественной организации Лицом к миру Дмитрием Волковым, Валерией Семёновой и Екатериной Сальниковой Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»